Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Тысяча дней до мечты. Самара вместе со всей страной начала обратный отсчет до старта чемпионата мира. Ночь работе не помеха. Сколько дорог отремонтируют в Самаре до конца сезона? Итальянские страсти на самарской сцене. Драматический театр открывает сезон премьерой. Тысяча дней до мечты. Сегодня Самара вместе со всей страной начала обратный отсчет до футбольного первенства планеты. Впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году. Национальные сборные со всего света сразятся за кубок мира ФИФА. Принимать их будут 11 российских городов. Среди них и Самара. Сегодня во всех городах-организаторах идут праздничные акции. В Самаре она стартовала в 6 утра. Сергей Кизоркин от рассвета и до заката был в гуще событий. Самара такого еще не видела. В губернской столице проходит грандиозный футбольный матч. На набережной Волги на мини-футбольном поле встретились две команды с символическими для Самары названиями. Ракета. Потому что Самара, столица космическая, здесь производят ракеты-носители типа «Союз». В свое время собирали первый космический корабль «Восток» и первые космонавты, которые возвращались на Землю. Первые дни тоже отдыхали в Куйбышеве. Еще одна команда «Ладья». Это еще один из символов мегаполиса. Монументальное сооружение находится на третьей очереди набережной. Грандиозность событий заключается еще и в том, что игра, которая длится 90 минут, сейчас будет длиться 1000 минут. Потому что до старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России осталось 1000 дней. Еще одна удивительная деталь встречи будет всего лишь один тайм, а не классических 2. То есть перерыв не предусмотрен. Самому юному игроку 8 лет ветерану за 40. За 16 с лишним часов мастерство покажут 400 спортсменов. Каким будет счет, пока неизвестно. Но по футбольным меркам, конечно, космическим. Играем в удовольствие. Зачем по счету? Просто играем в удовольствие без травм, без всего. То есть чисто для удовольствия и для города. Чтобы сделать, наверное, рекорд. Футбольный праздник продолжается в музее «Самара Космическая». Почта России гасит марки, посвященные чемпионату. Коллекционных серий будет 4. Они посвящены мировому первенству и футболистам. И главный сюрприз встречи – жители области поздравили космонавты Сергей Волков, Олег Каноненко и Михаил Корниенко. Прямо с МКС. Самара – один из космических городов России. Стала таким же городом, где состоится матч финальной серии футбольного праздника. От всей души поздравляем всех жителей Самары и Самарской области с возможностью оказаться в самом сердце чемпионата. Почувствуйте его энергетику, стать свидетелем напряженной спортивной борьбы. Подготовка к футбольному чемпионату не останавливается ни на один день. Точно по графику строится арена «Космос». Далее строительство достаточно продвинутое. Мы первыми из новостроящихся стадионов прошли государственную экспертизу. Уже атлет четвертый уровень. Уже становится видно Волгу с монолитного каркаса. В Самаре ремонтируются дороги, закупается современный общественный транспорт, разрабатываются туристические маршруты. Приводится в порядок фасады зданий. Центральная часть города уже заставлена лесами строительными. В этом году будет завершена реставрация 27 объектов стольку культурного наследия. Еще по 101 объекту в этом году будет разработана научно-проектная документация. То есть мы рассчитываем, что в следующем году масштабы проведения реставрационных работ значительно вырастут. Встречи самарских журналистов с городскими чиновниками продолжаются уже в неформальной обстановке на матче, где один тайм в одну тысячу минут. Сборная журналистов неуверенно начинает игру. Чего нельзя сказать об организаторах самарского этапа мундиали. Они побеждают со счетом 98-86. Россия принимает чемпионат мира по футболу впервые. Такого доверия в свое время не заслужил даже Советский Союз. Чаще всего по два раза мундиаль принимали у себя Бразилия, Германия, Франция, Италия и Мексика. Первый кубок мира разыграли в Уругвайе в 1930 году. Истафету от России примет Катар. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Праздничные акции прошли сегодня и во всех городах организаторах чемпионата. В Казани накануне и сегодня на стадионе Олимп состоялся турнир футбольной любительской лиги. Призеры и участники финальных матчей нажали символическую кнопку обратного отсчета. О том, как это было, расскажет наша коллега из Татарстана Наталья Белкина. Коллеги, добрый день. Сейчас в Казани проходит масштабное празднование символичной даты. Тысячи дней до старта чемпионата мира по футболу 2018. На спортивных объектах проходят игры 1-4 финала Большого и утешительного кубка любительской лиги. Предлагаю послушать впечатления болельщиков. Настроение отличное. Болеем за всех, независимо от команды, потому что это такой турнир, больше не соревновательный, больше сближающий друг к другу. Поэтому все участники, все молодцы, все болеют. Также для зрителей проводят развлекательную программу и розыгрыш призов. В праздники принял участие мэр Казани Ильсур Медшин. Он торжественно дал старт отчета до дня чемпионата. Чуть позже пройдут финальные встречи команды, где уже окончательно станут известны имена победителей. Конечно, это пока не чемпионат мира, но все еще впереди. Вот так прошло празднование круглой даты до старта финал в Казани. Напомним, что сегодня все города России отмечают этот день в едином порыве. Специально для Самары из Казани. Наталья Белкина. В Екатеринбурге основные события разворачивались в историческом сквере на Платинке. Здесь собрались сотни студентов. Все они в майках официальных цветов чемпионата. Красный, синий, оранжевый, зеленый. Студенты провели флэш-моб, массовое селфи. Ажиотаж среди молодежи вызвало появление в сквере главного гостя праздника, олимпийского чемпиона Сочи по биатлону Антона Шипулина. Я думаю, что Екатеринбург будет с гордостью нести на себе такую ответственность. Конечно, у меня скоро начинается сезон, и я не смогу присутствовать на много мероприятиях, но по возможности я постараюсь созывать народ, говорить, что у нас здесь будет такое замечательное мероприятие, и прославлять наш город. У соседей в Саранске праздничные события стартовали еще накануне. Программа началась с торжественного гашения марки, посвященной чемпионату 2018, а во второй половине дня сотни поклонников спорта собрались на площади тысячелетия. И было ради чего. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов провел для саранцев разминку. Мы тоже повторяем вместе с Алексеем движение. Ребята, поехали! Все внимание на Алексея Немова! Ребята, ручки пошире! Я отказываюсь! Так, хорошо! И руки в стороны! Вот это упражнение называется «Как стать звездой». А вот в Сочи праздник начинается в эти минуты. На площади Олимпийского парка Медалсплаза мэр Анатолий Пахомов дает начало обратного отсчета. Подробнее расскажет наша сочинская коллега Анна Гундич. Здравствуйте, коллеги! В эти минуты Сочи готовятся к знаковому событию. Отчет тысяч дней до первого в истории страны чемпионата мира по футболу проходит на площади Олимпийского парка Медалсплаза. Здесь сейчас выступают творческие коллективы города. Плюс здесь проходят соревнования юниоров по футболу. Призы будут вручать игроки футбольного клуба «Кубань». Также в «Ойсет» играет специально приглашенный диджей. И в завершении всех гостей ждет выступление певицы Максим Анна Гундич из Сочи специально для Самары. В эти дни в центре внимания не только футбол. В Самаре собрались полторы сотни фигуристов со всей страны. На первый этап Кубка России уже завершились соревнования по танцам на льду в лидерах чемпиона Олимпийских игр в Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Их результат 69,4 балла. Это первые для спортсменов соревнования после большого перерыва. Пара не выходила на лед больше года из-за травмы Дмитрия. Нужно вспоминать эту атмосферу соревнований, как готовиться, как разминаться. Разминка 5 минут и так далее. Это очень важно. Поэтому начинаем с таких соревнований. Потом международный челленджер будет, потом гран-при. То есть прям по ступенькам наверх идем. Очень достойный прокат, на мой взгляд. И мне что нравится, что после контрольных прокатов они как бы растут, растут, как-то дрожат. Я это чувствую, мне это очень нравится. Пополнилась новыми наградами и копилка самарских паралимпийцев. Более 15 медалей и несколько кубков завоевали участники городского фестиваля для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. В Самаре он проводится ежегодно. Спортсмены соревновались в пяти дисциплинах. Кому на этот раз достался кубок, победителя знает Павел Баймаков. Несколько бросков и почти все в яблочко. Людмила Гаршина большую часть свободного времени отдает спорту. Два года назад на городском паралимпийском фестивале она победила в нескольких номинациях, тем самым заработав себе зрительскую путевку на игры в Сочи. Участники фестиваля соревнуются в пяти видах спорта – дартси, настольном теннисе, шашках, кольцебросе и мини-гольфе. Впервые площадку мини-гольфа развернули на футбольном поле под открытым небом. Спортсменам необходимо загнать мяч в 8 лунок. На первый взгляд нет ничего проще. Но здесь необходимо снайперское зрение и точный расчет. Перед зачетом небольшая разминка. Алексей Блинков в мини-гольф играет 5 лет. Недавно занял второе место в областных соревнованиях. Но, по его словам, главное не победа, а сама игра как способ расслабиться. Все болезни от нервов, правильно? Нервы убираются, все убирается. Вот тогда и играешь спокойно. Ну, в смысле, отдыхаешь так душой и телом. Они имеют возможность не просто состязаться здесь, помериться с силами, но также пообщаться, получить заряд бодрости, поднять настроение. Им очень часто не хватает вот этого. Мы стараемся им в этом помочь. Соревнования окончены, очки подсчитаны. Впереди самые напряженные минуты. Жюри объявляет победителей. В личном зачете отличились 15 человек. Большой кубок в этом году достался команде паралимпийцев Кировского района. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Учить, лечить и заниматься наукой. На этих трех китах стоят клиники медуниверситета вот уже 85 лет. 18 сентября 30-го года прошлого столетия президиум Средневолжского края исполкома утвердил проект больницы на тысячу коек. Сейчас в медучреждении работают более двух тысяч сотрудников. Именами выдающихся врачей названы улицы города, Ярошевского, Митерева, Ратнера. В России всего пять высших учебных заведений, при которых работают такие многопрофильные клиники. С юбилейной датой коллектив поздравил ректор медицинского университета Кеннадий Котельников и губернатор Николай Меркушкин. Мы должны делать все, чтобы атмосфера, атмосфера по отношению к врачу, по отношению к медицинскому работнику была иной. Врач это такая специальность. Все мы понимаем в любом варианте, как бы жизнь не складывалась. Работа врача всегда ценилась особо, всегда было особое отношение. Всегда, во все времена. Мы с вами пересадили только 300 почек за 10 лет. Мы делаем операции до сосудов, до шейных сосудов по поводу тромбоза и прочего. Больше, чем делает научно-исследовательский институт в Москве. Об этом вот только был у меня тот же Бакерия сказал мне, понимаете, профессор. Я искренне всех вас поздравляю с этим праздником, с большим. Желаю всем здоровья, в первую очередь. И, конечно, чтобы все у вас было дома нормально. И, конечно, на рабочем месте. Настоящий шквал обсуждений в профессиональном врачебном сообществе вызвал форум за качественную и доступную медицину. Он прошел в Москве при президенте России 6 и 7 сентября. Самарских медиков волнует кадровый голод. В больницах острая нехватка врачей и медсестер. И вопросы закупок лекарственных препаратов. Медицинская реформа включила в себя 500 поручений президента, в том числе и решение вопроса обязательного страхования. В перспективе деньги должны поступать напрямую пациенту, а не через фирму-посредника, как это происходит сейчас. Чтобы каждый гражданин мог самостоятельно решать, на какие услуги и в каком лечебном учреждении, частном или государственном, их тратить. Обсуждали на форуме и другие инновации, способные улучшить обслуживание пациентов. Работой на этом форуме за буквально 2 секунды мне сделали вот такую пластиковую карточку. На ней может быть записана вся история болезни. Причем это наша разработка отечественная. Вся история болезни, мониторинг артериального давления, электрокардиограмма, контроль уровня сахара и так далее. К такой же пластиковой карточке может быть привязан и полис пациента. Кузница кадров для всей страны. Выпускники Самарского государственного технического университета не только отличные специалисты в своей отрасли, но и личности, вошедшие в историю России. Мемориальные доски, посвященные Виктору Черномырдину и Рему Вяхереву, установили сегодня на фасаде главного корпуса университета. Репортаж Марины Кравцовой. Студенты с флагами своих кафедр собираются у импровизированной сцены. Многие признаются, учиться в Самарский технический университет пошли, вдохновившись примером известных выпускников Виктора Черномырдина и Рема Вяхерева. Памятные доски на стенах вуза будут хорошим стимулом к учебе. Это гордость за наш университет. Будут люди смотреть, проходить мимо, и стимул такой будет учиться, чтобы стать такими же людьми. Стоявший у истоков создание крупнейшего в России газового концерна Рем Вяхерев, Куйбышевский индустриальный институт, так назывался тогда технический университет, окончил в 1956 году. Через 10 лет его выпускником стал Виктор Черномырдин. Губернатор Николай Меркушкин, который был знаком и с тем и с другим, вспоминает, как вместе решали непростые вопросы. Я вспоминаю, когда в 87-м году я был у него в кабинете, он меня сразу принял, только я подошел, как человека с глубинки, приехавшего в Москву, решать проблемы газификации. Может быть, надо было годами ходить по коридорам власти, а Виктор Степанович в течение 15 минут понял, тут же в них понял и принял решение. В Самару приехали близкие родственники Рема Вяхерева и Виктора Черномырдина. Они отметили, Куйбышевский институт стал отправной точкой в карьере этих государственных деятелей. В стране много существует университетов, все замечательные, тут выходят прекрасные наши россияне, но именно, наверное, место вот этого, Самара, более 100 лет готовит кадры в наше народное хозяйство. Мы чтим наши традиции. Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. А вы – это наше будущее, будущее нашего университета, Самары и всей России. Мемориальные доски установили рядом с первым в стране памятником российскому инженеру. Его открыли еще в прошлом году. Марина Кравцова, Артем Слайманов, События. К другим новостям. Когда город засыпает, они выходят на улицы. Речь, конечно, о бригадах, которые ремонтируют самарские дороги. Валерия Макарова работала сегодня ночью, чтобы узнать, по каким улицам ездить скоро будет одно удовольствие. Ремонт дороги – работа командная. Слаженность в каждом действии. От нее зависит и скорость, и результат. Улицу Мягия от Гагарина до Партизанской делают ударными темпами. Из областного и городского бюджета на это выделили 4,5 миллиона рублей. На эти деньги обновят 7 тысяч квадратных метров асфальта. Ежедневно выходят три бригады специалистов и десятки единиц дорожной техники. Раньше не активно были дороги, а вот сейчас смотрю, начинаю делать. Тем более ночью, нормально, удобно. Как говорится, радуют, как автоводители. Дороги ремонтируют во всех районах Самары. Сезон должны завершить к концу октября. Это ремонтировано у нас улица Гагарина, улица Аэродромная. Улица Мягия связывает два этих объекта и позволяет перпендикулярное перемещение между этими улицами. Что достаточно важно для автомобилистов. Гарантия на асфальт на улице Мягии два года. За соблюдением технологии внимательно следят. Толщина асфальта ровно 5 сантиметров. Данная смесь обладает повышенной жесткостью. Чем жестче смесь, тем дольше она будет служить. В этом вся хитрость. Работа здесь кипит, причем в буквальном смысле. Около асфальта укладчика действительно жарко, хотя за бортом плюс 10. Все потому, что соблюдают технологию. Асфальт укладывают при температуре 150 градусов. Полностью дорогу обещают закончить к началу рабочей недели. Валерий Макаров, Алексей Золотенков, События. Самара стала участником всероссийской акции «День открытых дверей в налоговой инспекции». 18 сентября до 20 часов и на следующий день с 10 до 3 открыты двери фискальных служб всех районов города. Жителям расскажут, как выполнить свой гражданский долг и спать спокойно. Осенний ликбез посвятили имущественным налогам на землю, недвижимость и транспорт. С этого года срок их уплаты по всей стране перенесли на 1 октября. Инспекторы напоминают, в случае опоздания за каждый день просрочки будет начисляться пеня. Причем с 2015 года налогоплательщики обязаны сами сообщать об имеющихся у них квартирах и машинах. А со следующего года платить придется и за недостроенное жилье. При этом ходить в инспекцию вовсе не обязательно. Достаточно подключиться к онлайн-сервису «Личный кабинет». Это можно сделать один раз, посетив отделение налоговой с паспортом. По данному сервису вы сможете получать актуальную информацию об объектах недвижимости, распечатывать квитанции, оплачивать налоги, написать заявление, если не согласны, если у вас есть какие-то вопросы к нашей службе. Итальянский курортный городок 20-х годов прошлого столетия переехал в Самарский драматический театр. Пьесу «Человек и джентльмен» поставил итальянец Паоло Ланди. Режиссер уверен в успехе спектакля и приглашает зрителей смеяться сквозь слезы над нелепыми и комичными ситуациями. На генеральной репетиции перед премьерой, которую дают буквально в эти минуты, побывала Мариана Мирная. Они жарят кильку, носят сало в карманах и житья не дают отдыхающим в маленьком итальянском городке. Спектакль про актеров кочевой труппы по пьесе Эдуарда де Филиппа «Человек и джентльмен» проникла в сердца и души артистов самарской драмы. Говорят, репетировали на одном дыхании, тем более, что сыграть артиста для артиста нетрудно. Если играешь какую-то роль, там надо фантазировать, что-то сочинять, придумывать, читать. А тут ты точно все знаешь про это. И поэтому тут, чтобы только останавливать, хватит, хватит. Потому что я все время говорю, можно еще. И я наваливала столько, потому что там запас, ого какой. Фарс, трагедия, любовь, курьезных случаев в театрах всего мира предостаточно. 50 дней на репетициях артисты повторяют один и тот же анекдот. И единственный пока зритель, режиссер спектакля, определяет меру юмора и сатиры. Смеяться над одной и той же шуткой можно, уверен итальянец. Секрет успешной постановки в сочетании смеха и слез, говорит Паула Ланди. Но есть еще один немаловажный компонент. Это честно, честность. Быть честным, сам собой. И не пытаться быть хитрый, а я думаю, что потом... Нет, вот тут должно быть рождаться внутри необходимость, желание. Вот я думаю, что это самое принципиальное. Посмеяться от души, поближе познакомиться с зарубежной литературой можно в Самарском драматическом театре. Итальянский фарс «Человек и джентльмен» будет разыгран 18 и 19 сентября. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Спасибо. Конкурс проводят уже третий год. Победителей определят в ноябре. Жюри присудят именные премии в области журналистики и литературы. Положение конкурса можно найти на сайте областного союза журналистов. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова